Вопрос у нас тоже поступал из аудитории по поводу адювантной гормонотерапии после простатоктомии. На самом деле вот именно эта тема дает возможность нам обсудить это в данной лекции. И, вероятно, я начну с последнего слайда, последней лекции, когда я говорила о том, что нужно помнить о том, что значительное количество пациентов с изначально высоким риском РПЖ потребует еще дополнительной терапии. В будущем имеется в виду или лучевая терапия, или гормонотерапия. И вот мы имеем такие опции. То есть в плане терминологии даже, и вы знаете, да, просто еще раз повторим, мы начинаем еще до локальной терапии. Аудитория лечения, то, которое мы начинаем непосредственно сразу после локального лечения. И терапия спасения – это то лечение, которое мы начинаем в тот момент, когда мы видим какие-либо признаки неэффективности локальной терапии. То есть есть у нас такие опции. Мы можем использовать гормонотерапию в адювантной ситуации или даже потенциально в неоадювантной ситуации. Мы можем использовать гормонотерапию спасения. Мы можем говорить об адювантной лучевой терапии. И последняя здесь опция – это лучевая терапия спасения. И я постараюсь конкретизировать роль каждой из этих опций. Первое – мы поговорим о гормонотерапии. Это очень известная тема для всех урологов. И я начну с рекомендаций, которые говорят нам более-менее четко. Это, как правило, рекомендации высокой степени рекомендательности. И это класс А, неоадювантная гормонотерапия не рекомендуется перед радикальной простатектомией. Поэтому не давайте гормоны тому пациенту, у которого планируется радикальная простатектомия. Адювантная гормонотерапия, то есть гормонотерапия сразу после радикальной простатектомии. Если нет позитивных лимфоузлов, то тоже не рекомендуется. Нужно подождать и посмотреть пояса, понаблюдать и так далее. Но это стандарт терапии у тех пациентов, у которых позитивные лимфоузлы. Что касается терапии спасения. И гормонотерапия спасения, то есть это имеется в виду в момент биохимической неэффективности, неудачи лечения. По рекомендациям, значит, у мужчин без симптомов, у которых есть биохимический рецидив, у этих мужчин мы должны индивидуально подходить к этому вопросу. И как минимум у тех пациентов, где идет повышение пояса очень медленно, мы должны, наверное, все-таки подождать. Как долго, мы об этом поговорим чуть позже. И если терапия андрогена, депровизионная терапия спасения начинается, мы должны подумать, как ее применять и в интермитирующем режиме. И какие данные у нас имеются по адювантной гормонотерапии после радикальной простотектомии. Это ретроспективная оценка. Большое количество пациентов включено из регистров у пациентов без позитивных лимфоузлов. И в основном это пациенты были в группе высокого риска. И вы можете увидеть по кривым, это общая выживаемость. То есть никак не влияет на эту адювантную гормонотерапию. Есть некоторое преимущество небольшое в отношении биохимического рецидива и показателю выживания непосредственно зависящего от заболевания. Это одна из причин, почему мы не рекомендуем рутинную, стандартную гормонотерапию всем. То есть нужно подумать, у каких пациентов это может дать какое-то преимущество, пользу. И мы можем таким образом стратифицировать лучше пациентов. Мы видим результаты исследований EPC, которые были опубликованы 10 лет назад. Но это было самое крупное исследование. И мы использовали биколютамид 150 мг как гормонотерапия в сравнении с радикальной простатектомией. И плюс в некоторых подгруппах пациентов также было подтверждено, что радикальная простатектомия с стандартом лечения и только биколютамид и беспрогрессивная выживаемость было только у пациентов с местно распространенным заболеванием, но не с локальным местным заболеванием. То есть большого влияния на общую выживаемость мы не видели. То есть если мы рассматриваем одевантную гормонотерапию вот при таких распространенных опухолях, но есть также данные, тоже старые данные и небольшое количество пациентов о том, что одевантная гормонотерапия это хороший выбор у пациентов с позитивными узлами. То есть нужно начинать с гормонотерапии сразу после радикальной простатектомии только у тех пациентов, у которых есть позитивные лимфоузлы. Еще один момент. Если вы ждете и потом решаете перейти на гормонотерапию у пациентов, у которых повышается ПСА впоследствии, то через какое время? Ну, дать мне до 20, до 30 или до какого уровня ПСА? У нас нет четких данных. Мы можем посмотреть вот на это исследование, на это исследование ИОРТИСИ. Но это не только хирургические пациенты, но это те пациенты с высокими ПСА, с местно распространенным процессом, и этих пациентов стратифицировали в группу гормонотерапии и только лишь наблюдения. И в результате выводы были сделаны, что непосредственно андроген-депривация привела к повышению общей выживаемости, но не повлияла на смертность от РПЖ, и это на самом деле интересные данные. И также у каких пациентов мы можем увидеть пользу гормонотерапии. И вот, вероятно, очень важный такой месседж здесь. Это пациенты с ПСА больше 50, то есть даже 50, ПСА-50, и может быть тем уровнем, на котором вы, вероятно, принимаете решение. Даже у таких пациентов вы можете принимать решение по поводу гормонотерапии. Ну и, конечно, это пациенты с очень коротким периодом удвоения ПСА, менее 12 месяцев. То есть это быстро увеличивается ПСА. Это те пациенты, у которых нужно рассматривать возможность гормонотерапии. Но, в принципе, в основном нужно быть осторожным по поводу гормонотерапии. Это не излечивающий, не куративный вариант. То есть мы не должны всем это проводить. Но это мое мнение. Мы тут, надо осторожно подходить к показаниям, когда это делать. Но эти показания меняются. Что касается лучевой терапии, если сравнить то, что мы делали здесь 15 лет назад, когда мы использовали гормонотерапию у всех пациентов, сейчас есть тенденция более сконцентрирована на местном лечении, имеется в виду на лучевой терапии. И вот что нам говорят наши рекомендации. По поводу одевантной лучевой терапии. Вот я покажу некоторые данные, что у пациентов с Т3 они могут иметь некоторую пользу от этого. Но это, как минимум, нужно обсуждать эти вопросы. Видите, как написано в рекомендациях, обсуждать как опцию, один из вариантов с пациентами. Но одновременно их нужно информировать о том, что есть еще лучевая терапия спасения. То есть мы ждем и смотрим, какой будет ПСА после радикальной простатоктомии. Ждем немного. И не проводим в это время пока лучевую терапию. Но об этом я еще тоже позже поговорю. Итак, какие у нас данные есть по одевантной терапии? Что это значит? Это значит, что у нас мы проводим радикальную простатоктектерию. После этого мы проводим дополнительное лечение. И у нас есть позитивный край. У нас проведено три рандомизированных исследования. И если вы посмотрите на этот слайд, вы увидите, что было проведено три исследования с практически двумя тысячами пациентов. Вы видите, что здесь использовалась этифанта радиотерапия и наблюдение плюс, возможно, спасательной радиотерапии. Каковы рекомендации исследований РТСИ? Показало, что такая терапия снижает риск биохимического рецидива на 50%, но практически не имеет влияния на метастазы. А следующее исследование СВОГ указывало на то, что оно снижает риск биохимического рецидива на 60% и при этом улучшает вероятность выживания без метастазов. Немецкое исследование АРО показало также, что эта терапия снижает биохимический рецидив, но при всем при этом все еще существует некоторое количество сомнений, в частности в том, что касается наблюдательных групп. Мы можем увидеть, что терапия спасения вполне возможно не предоставлялась таким образом, каким мы это делаем на сегодняшний день. Например, в исследовании РТСИ только 51% пациентов проходило лечение радиационной терапией спасения. И вполне возможно, что нам не так нужно работать. Поэтому, если мы, мы вполне возможно залечиваем большое количество пациентов. Рак простаты – это уникальная злокачественная опухоль. И у нас нет, к сожалению, достаточного количества маркеров для того, чтобы отслеживать это заболевание по сравнению с другими заболеваниями, не только в урологии, но и в онкологии. И что такое адювантная радиотерапия по сравнению с радиотерапией спасения? Если мы посмотрим, и это ретроспективные оценки, была опубликована Бриганта, охватывалась очень большая когорта пациентов, и мы здесь видим, что если мы не слишком долго ждем для того, чтобы начать радиотерапию спасения, то тогда результаты будут такими же, как и у пациентов с адюванной радиотерапией. То есть вопрос времени – это очень важный вопрос. Когда нам нужно начинать проводить такого рода терапию? Существуют данные касательно этого, и они указывают на то, что нам не следует ждать слишком долго. Указывается то, что нужно проводить облучение до того, как снова появятся данные по ПСА. Кроме того, я уже вам показывал, это опубликованные результаты, и я покажу вам наш эксперимент. Это эксперимент, который проводился нашим факультетом, и мы считаем, что очень важно, чтобы мы отслеживали пациента и уделяли этому большое количество внимания. Это гипотеза. Вот здесь у нас ПСА, и если источник ПСА только простата, и простату вырезали, то ПСА потихоньку будет снижаться и упадет до уровня нуля. Но если есть какой-то еще источник ПСА, который не был удален, то потихоньку ПСА начнет увеличиваться в течение года. И это значит, что есть определенная точка. Вот тот самый низкий уровень ПСА, которого мы можем достичь в обследовании. И еще один прогностический фактор – это уровень снижения уровня ПСА. У нас есть очень четкий протокол, каким образом мы обследуем пациентов после радикальной простатектомии. И мы проанализировали уже больше 300 пациентов. И если мы посмотрим на эти два параметра и посмотрим на риск биохимического рецидива в будущем, то если уровень ПСА был меньше 1 сотая, то тогда прогноз был намного лучше. В ситуации, по сравнению с пациентом, когда у пациентов это значение было выше единицы. Если же время падения ПСА заняло больше трех месяцев, то тогда прогноз, опять же, был лучшим, чем если период падения был меньше. Эти результаты мы опубликовали в британском журнале «Урология». Но при этом мы фокусировались на пациентах с позитивными краями, потому что мы говорили, что у пациентов с позитивными краями их нужно облучать моментально. Конечно же, эти пациенты рискуют, что у них болезнь будет прогрессировать в дальнейшем. Но при всем, при этом, есть определенные ситуации, когда есть сомнения. Но мы знаем, что от 20 до 60% у пациентов с позитивными краями нет прогрессирования в будущем, если мы моментально их проведем облучение. И мы стараемся рассмотреть наши данные. В 116 пациентов, которые прошли радикальную простатоктомию, и у них позитивный маркер ГАИ, вы можете увидеть вот эту глубую кривую у пациентов, у которых произошел биохимический рецидив. И, кроме того, красные пациенты – это пациенты, у которых вообще не было биохимического рецидива. И мы видим, что у них отличаются уровни ПСА в течение месяца после проведения хирургического вмешательства и в течение достаточно длительного срока. То есть вы можете продолжать наблюдать пациента в течение месяца трех, и после этого можно предложить другие вмешательства. С моей точки зрения, именно таким образом нам и следует двигаться в будущем. Конечно же, нам нужны дополнительные данные, данные других учреждений, но при этом именно таким образом урологи работают со своими пациентами. Конечно же, это еще и политическое решение, то, что некоторые пациенты с позитивными маркерами не отправляются на дополнительное решение. И нам нужно понять, каким образом нам следует использовать данные по ПСА для того, чтобы назначать лечение индивидуально. Теперь давайте поговорим о радиотерапии, как о терапии спасения. И мы можем увидеть, что если мы проводим облучение пациентов с данными меньше, чем 0,2, то тогда результаты намного лучше. Кроме того, мы используем данные по двойному времени удвоения. И что я в целом хотел бы сказать. Адювантная терапия, которая направлена на... которая является антиандрогенной. Если у нас превышается определенный уровень ПСА, то нам тогда следует направлять пациентов на радиотерапию. И, конечно же, пациенты с биохимическим рецидивом также являются пациентами, которым следует назначать именно такую терапию. Мне кажется, что очень важно подходить очень аккуратно к адювантной радиотерапии. И очень важно понимать, что именно демонстрируют нам данные ПСА. Это пока что не рекомендуется во всевозможных рекомендациях и инструкциях. Мы будем говорить и в будущем. Есть ли ко мне какие-то вопросы? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!